Дважды переименованный небольшой поселок в Черкасской области, который несколько раз менял свое название за последние несколько лет. Почему местные жители требуют вернуть старую версию, разбирались мои коллеги. Это маленькое село в Смелянском районе за последние сто лет уже четыре раза меняло название. Для советских властей слово Ленское было созвучно с именем вождя пролетариата и его назвали Ленинским. А потом началась декоммунизация. Местные жители собрали подписи с просьбой вернуть селу старое название Ленское. Но тщетно. Была сходка, подписи собирали все, чтобы по тому старому Ленске, чтобы было, как пошла, сказали переименовать. Чубовка так Верховная Рада решила переименовать селом. Оно входит в состав Носачевского сельсовета. Председатель рассказывает, жители с негодованием восприняли такое решение. Где у нас сейчас находится Ленске и где находится корчма Чуба, как позднее назвали Чубовка. То есть это две большие разницы. Соответственно, мы не связывались с этим географическим расширением. Громада невелика, 260 человек, но она отстаяла позицию. 13 марта этого года Верховная Рада все-таки проголосовала за возвращение названия Ленское. В этом помог депутат Сергей Рудик. Он здесь частый гость. Местной громаде нардеп помогает и в реализации сложных социальных проектов, и в элементарных вещах. Например, сооружение этой детской площадки. Село переименовали как раз в годовщине создания Смелянского района. Из своего избирательного округа нардеп практически не выезжает. Говорит иначе о проблемах местных жителей узнать не сможет. И сейчас одна из главных – это дороги. Только в прошлом году при его содействии в районе отремонтировали дороги более чем на 100 миллионов гривен. Но в основном это трассы государственного значения. Остальные планируют обновить в этом году. В этом году есть шанс, что мы получим этот прорыв. Я анонсирую ремонт дороги Смели до Каменки. В прошлом году сделали дорогу Смели до Каменки как государственную дорогу. В этом году мы всеми силами делаем все возможное и невозможное, чтобы появилась дорога Смела-Каменка через село Березняки, поворот на Райгородок и так далее. 30 километров непроездной дороги, где я особо на раз уже бывал. Планы вполне реальные, уверяет нардеп и призывает местные власти активно содействовать в их реализации. Константин Рейдин. Подробности. Черкасская область.